Мы едем на охоту в Намский Улус. Ну вот это точно лазь, смотри. Видишь? Выходил на улицу, там прям слышно рычание. Выехали на один налаз. Можно зайти посмотреть. Он что, терся, что ли? Терся, по-моему, да. Бумба! Что, мы напали на след лося? Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет достаточно интересный, я надеюсь, выезд. Мы едем на охоту в Намский Улус. Два охотника стоят. На фото-охоту? Да, фото-квадро-охота. Фото-охота. Фото-видео. Фото-видео, квадрокоптер-охота. Да? Да. Сейчас мы находимся на смотровой площадке, около границы с Намским Улусом. Вот такая вот здесь красота. Все ярче, огонек в глазах Николая. Да, это да. Он приезжает в свои родные места. Да. Нередко бывает в последнее время. Мы выдвигаемся из Намцев. Что-то, да, и понимаем. Ну что, так мало-то? Говори, давай, у меня же блог. Горизонт неправильный. У тебя пересвет. Мы сейчас примерно, практически приехали на турбазу. Турбаза, кстати, называется Кенкеме. Вот такой указательный у дороги. Живописное место. Вон там у нас лошадки. Вот это дерево. Мы прибыли на базу отдыха Кенкеме, где расположимся на следующую ночь для ночевки. И тоже в окрестностях попробуем поймать интересные кадры. Что, как? Флэшбеки такие с детства. О, ничего себе. У нас фейтбольное кольцо стоит, висит, которое мне на день рождения подарили. Как уютно. У коляна флэшбеки, да? Да, флэшбеки. Итак, наш киборг готов. Жесткое фоторужье. Кеннон ДХ1 Марк 2. Вон там еще один мощный охотник с воздуха. Ловит флэшбеки здесь. Джонни, они на деревьях. Так, мы сейчас, значит... А не будем карту показывать, да? Никому не расскажем. Значит, мы поедем на север. Или на юг. Что, классно летает? Летает, ага. У нас клуб авиамоделистов. Сейчас запустим малую авиацию. Что? Мне сообщение пришло. А, это из игры. Машину развернуть. Солнце прямо в глаза въездит. Пока ничего нет. Но красиво. А, прадует! Парадует. Сегодня утром ходил. Следы ося, да? По-моему, да. Ну, вот это точно лось, смотри. Видишь, как он ходит. Это точно лось. Вот это еще непонятно. Вот это косуля. Видишь? Видишь? Видишь, вот шарканный. Этот, за то, что у него этот маленький. А ты можешь его пониже спрятать? Да, могу еще. Так. Вот это точно лось. Давай ближе глянем. Поскольку она свежая. А в какую сторону нет? Не видно. Непонятно. Давай ближе, ниже спускайся. А, это не такие свежие, оказывается. Вечерашние. Ну что, мы прибыли в лагерь. С лагеря тоже взлетели. Нашли несколько лежанок. Достаточно больших. И большие следы. Сейчас у нас четкая фотосессия. Прямо в тайге. На базе отдыха. Сергей. Фотографирует Николая. Фоточки я тоже вставлю. Мне кажется, будут крутые. Фотографирует Николая. Жирная картошка и хлеб. Обожаю. Смотрим, что делает. О-хо-хо, со свином, да? Это мой старый. Фискарс 10. А это новый, 21. Но я уже расколол до полена. Понял, что вот это луч. Вот наглядность. А теперь прям по центру. За счет того, что вот это колумб топор, это просто топор, плюс размер ручки гораздо больше. Вот этот более удобен для колки дров. О, нисколько не жалею, что его взял. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Старлок. Та, луна. Вот луна аж, да? Ага. Давай на Млечный путь посмотрим. Прикольно. Млечный путь не показывает. По-любому. Вверх подник. Типа там Млечный путь, короче. Нам тут его не видно. Всем доброе утро. Уже на выходных обещает минус 30 градусов. Это значит, что лось уже будет выходить кормиться на ласы, на поляны. Но, может быть, сегодня нам удастся поймать какой-нибудь экземпляр, чтобы показать вам. Печка у нас сегодня затухла. Серега героический встал. Серега-то здесь. Растопил печь. Выходил на улицу, там прям слышно рычание. Рык такой. Видимо, где-то рядом зверь. Поэтому, думаю, сегодня нам повезет. А хотя подожди. А, кажется, это Колян храпит. Мужской завтрак. Это порция Николая. Огромная благодарность для базы отдыха Кенкеме, где мы переночевали в комфортнейших условиях. Поели мясо очень вкусного. Но мясо мы привезли с собой. У нас нет ружей, да, и так далее. Мы не охотимся. У нас другая фото-видеоохота. Здесь вот есть столовая, домики. Домики где-то примерно по 7 человек. Плюс площадка. Но это, скорее всего, уже на лето. Площадка волейбольная, футбольная. Даже баскетбол. Можно поиграть. Там спуск к реке. К реке Кенкеме. Потому что там красивые виды. Ну, а сейчас у нас еще есть целый световой день для того, чтобы еще попытать удачу. И, возможно, где-то там нас ждет пара интересных кадров. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Да, это холодно. Наша видеоохота продолжается. Выехали на один налаз, где очень интересное решение для сенокозчиков. Целый пазик, переделанный вот в такой вот большой автодом. Можно зайти посмотреть. Очень интересное решение. Печка, буржуйка. Где-то 4 спальных места. Поручни. Очень хорошо можно использовать для сушки вещей. Часы, кстати, работают. И, по-моему, даже показывают правильное время. Где-то буквально недавно видел обзор автодома на базе автобуса ПАЗ. Тоже неплохой вариант для длительной стоянки, чтобы не строить избу. Тоже неплохой вариант для длительной стоянки. Другой дороги есть? Есть. Следы. Сюда. Он что, терся, что ли? Терся, по-моему, да. А куда дальше пошел? Вон пошел, смотри, вот на эту сторону пошел. А, вон пошел, вон. А что он так между деревьями? Ну, странно. Что, похоже, как будто просто снег сверху. Или белка. Или белка прыгает от дерева к дереву. От дерева к дереву. Или за. Ну, как-то тут нету. Тут слишком близко. Это белка, походу, смотри. Это еще течь. Он от дерева к дереву, смотри. Белка к дереву, и вот туда наверх. Так, наша экспертная следопытная команда сделала вывод, что это не лось, а белка. Наши поиски продолжаются. Сейчас мы... Пока Николай летает. Сергей говорит, там где-то есть интересный большой след. Больше? И не коксюля, так, виск вот. Она круглая еще, вон. Ну-ну-ну. Откуда он зашел? Вид, вот, он наступал. Это после машинки? Вполне. У нас тут широкие следы длинные. Размашистые. Что, туда съездим, да? Давай, ага. Ты здесь будешь? Нет, пойду дальше по следам. А, давай. Мы напали на след лося. Сейчас поедем. Он-то как-то удачно, прям по дороге, как будто идет. Посмотрим, куда приведут следы. И потом запустим дроны, чтобы исследовать местность. Жестко. О, второй. Наши поиски увенчались с успехом. Мы нашли даже не одного, а целых два экземпляра. И представляем вашему вниманию эти кадры. Далее. Субтитры создавал DimaTorzok и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok